ГТО ГТО У меня в городе в январе месяце на 1 февраля было дано 169 детей на серебро, золото и бронзу. На сегодняшний день пришло только 53 знака. Где все остальные знаки, непонятно. То есть детям уже выпускные на этой неделе, и только 53 человека из 169 получат эти знаки. Это тоже очень большая проблема. Оформление документов, это, наверное, самая большая проблема. Ваши сейчас диалоги прозвучали, мы быстрее хотели к июне успеть. Мы массово школьников, мы быстрее знаки отличия. Комплекс ГТО, на мой взгляд, это мое субъективное личное мнение, не ставит под собой быстрее получить ребенку. Это золотой знак отличия. Мы через этот комплекс выстраиваем инфраструктуру во всей стране, доступную инфраструктуру, повышаем различные показатели, выполняем стратегию. Самое главное – это здоровье. Дети, которые первая, вторая, ну третья ступень, у них это патриотизм. Я сильный, я могу, я справлюсь, я сильнее, я занимаюсь, я вообще все покажу, лучшие результаты. Вот с ними можно работать на перспективу, и что это оздоровление и так далее. Но дети, которые заканчивают 11 класс, у них главная цель – поступить в институт. И говорить с ними о том, что это замечательно, хорошо, надо, но бесполезно. Затянутые сроки оформления документов – пока не единственная трудность. Были высказаны пожелания увеличить число нормативов и выпустить медицинские методические рекомендации по допуску к сдаче норм. Много говорили и о мотивации. Ведь для обычных рядовых граждан главный вопрос пока все же один – зачем сдавать ГТО? «Видов спортов очень много, да, ну популярный футбол, ну сколько им там занимается, ну 5 миллионов, хоккей там миллион, может быть. Универсальное средство, спортивное мероприятие, которое объединило нашу страну с севера на юг и с запада на восток. Это вот некий комплекс ГТО, да. По-модному, ну, все сейчас очень популярны стали квесты, да. Вот почему для своего здоровья, как ГТО, не будет этим квестом». Помимо глобальных, масштабных стратегических целей, которые преследуют организаторы, у каждого человека должен появиться и свой личный мотив. В советскую эпоху им становилось не только желание быть в едином физкультурном порыве со всей страной, но и ряд поощрений, которые мог воспользоваться обладатель значка – от путевки в санаторий до различных год при поступлении в ВУЗ. «Есть люди, которые постоянно занимаются спортом, а не нормативом ГТО или физкультурой. Для них все определено. Я хочу выиграть, потому что я победитель по натуре. Я получаю удовольствие от феномена спорта, который никто еще не объяснил. А вот те люди, которые в спорте ничего не добились и не добьются, должны победить себя. И, конечно же, идеология уходит на второй план. На мой взгляд, так должно быть, потому что каждый человек рожден не для того, чтобы, ну, работать на общество, а быть его частью и его создавать, правильно? И вы себе на вопрос ответите так, что я тоже хочу быть в активе, на вершине, чтобы этому обществу соответствовать. Аккумулятор – это ваше здоровье, это ваше движение. Станет ли стремление победить себя стимулом нового времени – пока вопрос. Еще одна неизвестная – база для подготовки. Не во всех населенных пунктах России есть все необходимое для сдачи нормативов. Хотя в Северодвинске доказали, что в городе у Белого моря с этим проблем не будет. Здесь у участников школы была возможность покататься на роликах в спортивном комплексе «Беломорец» и по достоинству оценить его базу. «Мы любим ГТО!» Не обошлось посещение Северодвинска и без поездки к Белому морю. Солнце, воздух, вода, общее фото и очередная спортивная минутка. Словно нормативы ГТО, участники школы выполнили все запланированные пункты программы, которая завершилась в футбольном матче. Сборная ГТО сыграла против команды правительства Архангельской области со счетом 2-4. Продолжение следует...